Этот купер со степей заберет себе прозвище Бабы. Бабы в переводе с арабского языка Врата Притеча. Ну, произнести такие кранальные слова мусульманской стране, что учение пророка Мухаммада устарело, это было равносильно подписанию смертного приговора. Поэтому с Бабом долго не соревновались, арестовали, 5 лет продержали его в заточении и через 5 лет его расстреляли. Останки его тайно похоронили его ученики, которых у него было первых учеников 18. Сам он был 19-й. 19 для Бахаев очень важное число. Мы потом об этом поговорим. И здесь вот как раз находятся 19 террас. Каждая терраса носит имя одного из учеников Бада, а на центральной он похоронен. Вот сейчас с правой стороны увидите высоко, такое большое, красивое, с золотым кутовым зданием. Это усыпальница Бада, куда мы сейчас с вами направляемся. Сейчас он будет справа, смотрите внимательно, это нижняя терраса Бахаевских садов и вот там наверху вот эта высыпальница Бада. Сейчас мы там с вами будем. Почему он именно здесь похоронен? Как и у останки сюда попали. Когда его расстреляли, через несколько лет один из его учеников заявляет о том, что он и есть вот тот пророк, о котором Баб и говорил. И он эту религию несет в мир. Он себе тоже такое прозвище берет, необычное Бахаула. Бахаула в переводе на русский язык Божественная Слава. И вот если с Бабом можно было так жестко поступить, просто его в тюрьму расстрелять, всего лишь навсего купец, средней руки, то с Бахаула такой номер не прошел. Бахаула был персидский дворянин, он был сын министра при дворе Шаха. И поэтому от греха подальше персидские власти его высыляют из Персии. Он попадает на территорию Турции, а турки, а также от греха подальше, высылают его в Палестину, где он в заточении был в тюрьме в городе Акко. И он потом в тюрьму покажет, когда будет по Акко гулять. И вот Бахаула очень такой обаятельный был человек. Тюремщики попадают под его влияние и освобождают его. И вот однажды, по Бахаулаской легенде, он спускается по склону горы Кармен со своим сыном. И в том месте, где сегодня гробница находится, он остановился и говорит своему сыну, ты знаешь, я чувствую какую-то непонятную энергию, которая из этого места исходит. Я тебя очень сильно оброшу. После моей смерти возвращайся в Персию. Найди, где похоронен Бах и перевези его останки сюда и похорони здесь. И вот в 1909 году тайно останки Баба были перевезены сюда. Бахаевская община покупает весь склон горы Кармен. И построена была вот эта красивая арзовая усыпальница в 50-е годы прошлого века. Ну и потом появились вот эти Бахаевские сады. Мы сейчас с вами остановимся возле центральной террасы. Пойдем где-то минут на 45-50 погулять по центральной террасе. Обязательно зайдем в гробницу. Там на территории я вам расскажу о том, сколько в мире Бахаев, что они проповедуют, какие их основные постулаты. Еще раз хочу напомнить о правилах, которые там существуют. Не курить, не желать желательной резинки. Скромный внешний вид. Фотографировать можно везде, за исключением насыпальницы. Я потом об этом предупрежу вас. Мы сейчас с вами где-то здесь остановимся. Проверка очень строгая. Здесь попросят нас сумочки открыть. Еще металлоискательным просканируют.